Это Анастасиевское сельское поселение, хутор Ханьков. Ни в небе, ни на земле сейчас ничто не напоминает о прошедшей войне. И даже не верится, что 77 лет назад здесь земля содрогалась от взрывов орудий, а небо от ожесточенных воздушных боев из-за освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году в одном из таких воздушных сражений над селом Кеслерово Крымского района был подбит советский малый бомбардировщик Пе-2. Самолет упал в плавне за хутором Ханьков. Экипаж погиб и до нынешнего времени числился в списках пропавших без вести. В 2019 году поисковым отрядом Кубанский рубеж были найдены останки самолета. Вода и земля надежно скрыли следы прошедшей войны. Чтобы извлечь бомбардировщик, пришлось привлекать тяжелую технику. Оказалось, тяжелый эскаватор пришлось нанимать и все прочее. В результате этого был найден этот самолет, а уже по номерам двигателей установили экипаж. Экипаж оказался без вести пропавшим. То есть уже вся картина вырисовалась таким образом. Точное место падения самолета указал житель хутора Ханьков Иван Федорович Шкабарня. Именно он обратился к поисковикам с просьбой извлечь останки. Сейчас Ивану Федоровичу 83 года. В 1943 году ему было около 6 лет. Сам бой он не видел. Но видел упавший самолет, когда ходил купаться на Кубань. Были бои за Кубанью. И вот это самолет подбили его, он загорелся. И упал за хутора. Я видел, я его, ну как я видел, я ходил через него туда. И купались, до Кубани ходили. И вот это я все видел. И вот это меня все осталось в памяти. И потом вода здесь заливала, плавни были, все. Ну никак не могли. Говорили мне, как раньше все сделать. Ну раньше не могли наказывать, потому что вода была. И со мной встретились, а я им рассказал. И я им поехал и поколол точь мою. И как раз, где он упал, да, подавшись, все было, там система. Я им поколол точь на метр, метр почти. Вот это было. И мы тогда три дня вот это раскапывали и достали. Поисковикам удалось установить имена и фамилии членов экипажа. Командир экипажа Иван Степанович Елисеев. Штурман Борис Владимирович Дроздов. Стрелок-радист Виктор Васильевич Друзьяченко. Останки летчиков перезахоронили в торжественной обстановке на братской могиле в хуторе Ханьков. Эта церемония – скорбь народа по погибшим. Вечная признательность солдатам земли русской за великий подвиг – память истории. Мы обязаны и будем хранить память о Великой Отечественной войне и воспитывать подрастающее поколение в уважении к этому подвигу, беречь дарованную нам свободу. Пусть это объединяет нашу страну и делает ее непобедимой в любых испытаниях. Веры, мужества и крепости вам, наследники Великой Победы. Низкий поклон и бесконечная благодарность ветеранам за мирное небо над нашей головой. Светлая память павшим за свободу и независимость нашей Великой Родины. В годы войны на месте братской могилы был сельский клуб, который фашисты превратили в концентрационный лагерь. Здесь содержались советские военнопленные и местные жители, которых отправляли на работу. Раненых и неподчиняющихся фашистам расстреливали недалеко от клуба. Впоследствии клуб был разрушен, а на его месте установили мемориал в память о погибших во время оккупации и освобождении хутор Ханьков. Теперь здесь свой последний приют нашли и летчики. Впоследствии клуб был разрушен. Но приехать на перезахоронение они не смогли из-за пандемии. Родственника еще одного летчика ищут он с Дальнего Востока. Теперь родные знают, где погибли и похоронены их отцы и деды. А в списках пропавших без вести на три фамилии стало меньше. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Роман Подопригора, программа «События».